Суворину, 19 января 1895 года. Если вы понаблюдать, каково будет похмелье, то состояние перегара, когда человек чувствует себя разбитым и виноватым, и смутно осознает, что накануне он вел себя оскорбительно. Напишите мне подробно и поязвительнее. И это для вас тем легче, что вы теперь воленс-ноленс наблюдаете каждый день и, вероятно, уже чувствуете раздражение. «Приближается весна, дни становятся длиннее. Хочется писать, и кажется, что в этом году я буду писать так же много, как Потапенко. И деньги нужны адски. Мне нужно 20 тысяч годового дохода, так как я уже не могу спать с женщиной, если она не в шелковой сорочке. К тому же, когда у меня есть деньги, я чувствую себя как на облаках, немножко пьяно, и не могу не тратить их на всякий вздор. Третьего дня я был именинник. Ожидал подарков и не получил ни шиша. «Князек Аргутинский бывал у меня каждый день. Он хочет заниматься литературой, но все никак не соберется начать. Январская книжка русской мысли была арестована, потом помилована. Из моего рассказа цензура выкинула строки, относящиеся к религии. Ведь русская мысль посылает свои статьи в предварительную цензуру. Это отнимает всякую охоту писать свободно. Пишешь, и все чувствуешь кость поперек города. Был я у Левитана в мастерской. Это лучший русский пейзажист. Но представьте, уже нет молодости. Пишет уже не молодо, а бравурно. Я думаю, что его истаскали бабы. Эти милые создания дают любовь, а берут у мужчины немного. Только молодость. Пейзаж же невозможно писать без пафоса, без восторга. А восторг невозможен, когда человек обожрался. Если бы я был художником-пейзажистом, то вел бы жизнь почти аскетическую. Употреблял бы раз в год и ел бы раз в день. Кундасова обеспечена до сентября. Будьте здоровы и благополучны. Нижайший поклон Нане Ивановне. Жажду повидаться с ней. Ваш А. Чехов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok